Доброе утро! С вами Егор Матаев. В эфире выпуск новостей. Прямо сейчас начну с главных тем. Жители Локтевского района почти месяц не могли купить уголь на зиму по доступной цене. Какая сейчас обстановка в муниципалитете, узнаете далее. Подъезды квартиры жильцов дома по адресу Георгиева, 53 в Барнауле уже несколько лет заливает водой. Всему виной прохудившаяся крыша. Подробности выпуски. 400 безработных в Барнауле в этом году бесплатно получили новую профессию при содействии кадрового центра работы России. Как помогают людям, нуждающимся в работе, расскажем через несколько минут. Бывший главный ветврач Троицкого района признана виновной в получении взятки и служебном подлоге. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по Алтайскому краю. Следователи установили, что с 2018 по 2020 год предприниматели, занимающиеся скупкой и реализацией мяса, заплатили специалисту больше 300 тысяч рублей. В замену им беспрепятственно оформляли и выдавали свидетельства без проведения ветэкспертизы. Всего она выдала 139 подложных сертификатов на 130 тонн мяса. Женщина признала свою вину. Суд оштрафовал ее на 3 миллиона рублей, а также решил конфисковать эквивалент дохода, полученного преступным путем за счет имущества, на которое наложили арест. Кроме того, ее лишили права заниматься прежней деятельностью. И к другим темам. Губернатор Виктор Томенко призвал провести проверку работы регионального оператора по обращению с коммунальными отходами. Соответствующее заявление глава региона сделал на заседании правительства. Напомню, Министерство строительства и ЖКХ начало процедуру расторжения соглашения с регоператором по Аллейской и Славгородской зонах. Полный комплекс реагирования. Все поднимите материалы, всю ответственность, вплоть до уголовной, от должностных лиц, на должностных лиц этих организаций или этой организации, учредителей, включение в черный список и так далее и тому подобное. Полный комплекс реагирования должен быть. Это не шутки. Как заявил глава регионального Минстроя Иван Гелев, в ведомство поступают обращения глав муниципалитетов, жалобы юридических лиц и жителей о многочисленных нарушениях регоператором ЭКОСТАР, правила обращения с твердыми коммунальными отходами и условий соглашения у Министерства строительства и ЖКХ. Добавлю, в соответствии с федеральным законодательством, в случае расторжения соглашения с действующим регоператором, Минстрой вправе на срок не более одного года присвоить этот статус без проведения конкурсных процедур. Добавлю, главам муниципальных образований дано поручение организовать вывоз мусора с площадок. Так, администрация Олейска уже приступила к ликвидации свалок, образовавшихся в местах накопления твердых коммунальных отходов. Почти на месяц прекратились поставки угля из Казахстана в Локтевский район. Многие жители не успели запастись топливом заранее, а в ноябре ударили морозы. Подвезти российский уголь в этот район по железной дороге нельзя, потому что через него проходит только казахстанская ветка. Нехватка твердого топлива возникла из-за нехватки вагонов у поставщика. Он не успел обслуживать, он не успевал обслуживать даже внутренний рынок, поэтому через российскую границу уголь не вывозили. Пока в стране не будет запаса хотя бы на 10 дней. Новые поставки в Локтевском районе ждали с 5 ноября. В данный момент, вот за последние две недели, значит, были поставки 29 ноября, 3 декабря и 7 декабря. В общей сложности у нас получилось 700, на нашей площадке было принято 700 тонн и реализовано населению. Чтобы ситуация с твердым топливом в районе стабилизировалась, необходимо завести еще полторы тысячи тонн. Поставщик пообещал сделать это до 15 декабря. И продолжаем выпуск. Подъезды, квартиры, жильцов по адресу Георгиева 53 в Бурнауле уже несколько лет заливают водой. Всему виной прохудившаяся крыша. А управляющие компании говорят, что в ближайшее время ремонт невозможен. Подробности прямо сейчас. Кровлю дома на Георгиево 53 в последний раз ремонтировали 17 лет назад. После снегопада, когда на улице солнечно, в подъездах звонкая копель. В нескольких квартирах вода течет по стенам и потолку. Именно над нами, в швеем, в таком, в плите, там, в крышном, там прям дыра откуда хорошо текет. Все стояки там плитные какие-то, кирпичи, все мокрое. Жильцы неоднократно обращались в свою управляющую компанию. Оттуда направляли рабочих, которые убрали снег с крыши. Вот только лучше от этого не стало. Приходил мастер. В среду составили акт, это было 1 декабря. В пятницу читаем акты. Что написал мастер, который уже видит это бедственное положение? Он просто написал, вот лично я свой акт. Желтые разводы, желтые потеки. А то, что мы все, посмотрите, сколько воды, это протекает. И на 8 этаж, который ниже, и на 7 этаж. Вот эти тазы принесли жильцы с 7 этажа, или с 8 этажа, чтобы их не затапливало. Ремонтировать крышу зимой никто не будет. Так жильцам прокомментировали ситуацию в управляющей организации. Однако меры все же предприняли. Места протечки на чердаке застелили целлофановой пленкой. Но вода продолжает бежать. Чтобы узнать, когда именно проведут ремонт, мы обратились в компанию развития. А мы имеем право снимать. Скажите, пожалуйста, Георгиево 53, вы этот дом обслуживаете? Нам сказали сюда. Кто-кто? Дом ушел от нас. А кто теперь его обслуживает? Может, может. Посмотрите, диск. Ну, а вы не уведомили своих жильцов о том, что теперь у них управляющая компания изменилась? Комментарии нам отказались давать, как видите. Дом на Георгиево летом начала обслуживать компания развития. До этого была УК «Фаворит». Вот только старшая по дому говорит, что работают там одни и те же люди. Да и номера телефонов компаний совпадают. Почему визит журналистов вызвал такую реакцию, и когда все-таки отремонтируют крышу, нам узнать не удалось. Тем временем жильцы наблюдают, как талая вода стремительно подбирается к электрическому щитку. Ранее из-за протечки проводка в подъезде уже загоралась. Вот теперь, как сказали пожарники, у нас на такой случай всегда мешок с песком стоит. И вот сейчас, конечно же, надо побольше мешочек, наверное, нам принести. Елена Самарина, Анатолий Фукс. Новости. 400 безработных в Барнауле в этом году бесплатно получили новую профессию при содействии кадрового центра работы России. Например, освоили навыки швы и мастера маникюра или водителя трамвая. Многие из них уже на практике применяют новые знания. Служба занятости помогла им трудоустроиться. Несколько лет проработала в торговле, прежде чем поняла, что эта сфера ей не подходит. Этим летом Людмила Погодина решила сменить профессию. Девушка обратилась в кадровый центр работы России. Там ей предложили пройти обучение на швию. Людмиле идея понравилась. Она с детства любила рукоделие. У меня стоит дома машинка, когда-то пробовала, экспериментировала, что-то шить. Но так как базы не было, то, соответственно, ничего не получалось толкового. Я подумала, что, в принципе, было бы неплохо немного сменить квалификацию. Ну, основательно сменить. Пошла, попросила, чтобы меня отправили на обучение. Мне помогли с обучением, мне помогли с трудоустройством. И вот сейчас, третью неделю я работаю здесь. Девушка только начала обучение, а кадровый центр уже подобрал ей работу. После двух месяцев учебы Людмила трудоустроилась на швейное производство. Работает уже третью неделю, доводит базовые навыки до совершенства. Полгода назад от центра занятости поступило предложение о заключении четырехстороннего договора между работодателем, центром занятости, соискателем и обучающим центром, который предоставляет центр занятости. И мы воспользовались этой возможностью. На данный момент у нас работает по этой программе четыре человека. Ну, это нам очень помогло. Краевая программа содействия занятости населения предполагает безработным гражданам бесплатно обучиться профессиям, востребованным на рынке труда. По многим из них служба занятости гарантирует трудоустройство. Так кадровый центр в Барнауле заключил 30 договоров с работодателями в 2021 году. В этом году у нас прошло 400 безработных граждан. В прошлом это было 175 человек. На следующий год планируется больше 440 человек, что пройдут у нас такое обучение. Основное условие для граждан – это иметь статус безработного, для того чтобы получить эту услугу от нашего кадрового центра. Обучение длится от нескольких недель до полугода в зависимости от направления. Оно проводится за счет средств регионального бюджета. Записаться можно по телефону горячей линии 55 51 10 или лично в барнаульских офисах службы занятости на проспекте строителей 41А и улице Максима Горького 42А. К этому часу пока все. До встречи.